Воскресный пир любви С чем ее едят, так сказать Поскольку это необходимое условие для духовного прогресса И шлоку я выбрал, ее даже написали на доске Но, скорее всего, ничего не видно, да? А, видно некоторым Ну шо Ом наму Бхагавате Васудвай Ом наму Бхагавате Васудвай Ом наму Бхагавате Васудвай Ом наму Бхагавате Васудвай Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Это очень важная вещь, если мы хотим дальше развиваться, как община Санкт-Петербургская ядра, да? Мы должны усвоить эти принципы очень четко. Не любое сборище преданных можно назвать сатсангом, оказывается. Не любое. Могут быть и осадные вещи происходить. Поэтому сатсанга, она очищает сердце. Она очищает сердце. И в Ведах описано, что живое, условно живое число, он называет Кришна Бахир Муха. Что это означает? Освобождается. Тебе все то, любого Бога не нужно. Кришна Бахир Муха. Бахир означает вне, муха, лицо. То есть она отвернулась от Кришны, она повернула свое лицо к этой материальной энергии. Да? И строит планы и счастье, устремив на взор, на Бахир Артху, как сказано в этом стихе. Бахир Артха. Бахир Артха – это внешняя энергия. И интересно, в этой шлоте материальный мир сравнивают с темным бездонным колодцем. Томо Гухаям. Ча Вишутха Мавишап. Гухаям, Шла Пропада, переводят как дыра даже. Это не колодец, это просто дыра. То есть это получается бездонный колодец. Томо Гухаям. И почему же так все грустно? Потому что внешняя энергия Бахир Артха, она раздирает бедное живое. Существуют эти гуны материальной природы, эти желания, которые постоянно жужжат в уме, в сознании. Они начинают раздирать, и получается живое, что попадает в такую некую лихорадку, материальную лихорадку. И она не может успокоиться, не может найти прибежища никакого. Поскольку вожделение, Шастра писать невозможно, удовлетворить нельзя, заливать костер, поливая на него маслом или бензинчик. Все больше и больше пытаясь найти удовлетворение вот этим способом Бахир Артха. Живочество только больше запутается. Это как муха, которая попала в паутину, начинает дергаться, но только начинает запутаться. Поэтому эта шлока, она описывает состояние, освобожденное сознание. Состояние, освобожденное сознание, на которое Бахир Артха не может повлиять. Внешняя энергия не может повлиять на преданное. Но ясся читам Бахир Артха вибрамам. Почему читам? Или сознание, или сердце, как здесь описано, оно чистое. И он обрел милость Бахти Деви. Это отдельная тема. Что такое милость Бахти Деви? Это загадочная эстетическая тема. Как обрести милость Бахти Деви? Потому что обрести милость Бахти Деви – это не какая-то искусственная вещь. Никакими искусственными методами и способами гьяна-карма, она не поможет. Ни психологии, ничто не поможет обрести милость Бахти Деви. Даже и урведа не поможет. Вот, как ни странно. Даже счастливая семейная жизнь. Здесь Амишиша Вишаначи Кравай Такур, давая комментарии к этому стиху, он объясняет, что Бахти Деви – она будет довольна только одной вещью, когда мы перестанем оскорблять Святое Имя. Когда человек поднимается с уровня Нама Апарат, и Нама Абхаса достигает шутха нам чистого имени, чистого святого имени, тогда он обретает в полной мере милость Бахти Деви. Бахти Деви, когда она милостлива, все, она открывает форму, деяние, качество Верховной Личности Бога. И похожий стих также есть во второй главе первой песни, 1, 2, 19. Он описывает уровень ручьи. Тадара-джастамо-бхава-камалопха-даяш-чаэ, четайра-тарана-ви-дам-ститам-саттве-проси-дати. Ана-видхан – сердце не затронуто. Это довольно высокий уровень. Вреданное служение Шавру Пагасвами разделил на 9 ступеней, начиная от Шрадхи. Шрадхи – это что такое? Вера. Вера, доверие какое-то появляется. Да, сердце человека. Смотрите, я вам расскажу один интересный момент. Попробуйте его понять. Кто как осознает, его не знаю. Есть введем несколько терминов. Кто первый раз на лекции поднимите ручь? Не так много? Мы тогда введем несколько, с вашего позволения, терминов на санскрите. Есть такой термин «мишра». Мишра – это что означает? Смесь, да, смешивая. Мишра. Смешивая. Мишра. И есть такой момент бхакти, мишра, карма. Вот последнее слово, оно как бы фундамент всегда. То есть это карма, по сути дела. Ну, бхакти, мишра. Оно смешано. Немножко, чуть-чуть добавился Господь в жизнь человека. Чуть-чуть как-то. Вот ему говорят, как Шабрапада, «Ну, если ты пьешь водку или вино, ну, пей». Ну, понимаешь, что вкус вина – это Кришна. Посмотрите, вход. Кто же был Бхабрапада? Консерватор великий, гениальный или большой либерал? Сейчас, да, постоянно эти споры. И консерватор, и либерал, и туда вот такие. И ходи сюда, не ходи. Это все материальное сознание, оно не может проявиться от сангу. Моя идея, я хотел, чтобы мы поняли, осознали, что в духовном мире немножко по-другому работает все, и сознание. В духовном мире нет проигравших. В материальном мире есть один выиграл, второй естественным образом проиграл. В духовном мире нет проигравших. Это закон санги, это проявление внутренней энергии. И Шабрапада, у него был очень большой вход. Он говорил, преданные, они будут разумны, они будут искать новые способы, чтобы давать людям возможность соприкоснуться с верховной личностью Бога. И Прабапада давал такие примеры даже. Говорит, в вашей стране, где-то много алкоголиков, нет недостатка в алкоголиках. Когда он путешествовал, члены в Америке, он был и говорит, просто пусть он видит виние Кришна. И это уже в Мишель определенное будет вбиваться. Человек, он начинает, он стремится к карме. Что такое карма? Давайте с определениями обернемся. Деятельность. Деятельность какая деятельность? Благочестивая деятельность, на самом деле. Это благочестивая деятельность, и человек, занимающийся, стоящий на этой пути, карма, канды, он к чему стремится? К плодам своей деятельности. Вот он все время работает, но ему все время плоды нужны какие-то. Я вам поработал, будь добр, мне заплати. Естественным образом люди хотят благочестивых плодов, каких-то хороших, никто страдать не хочет. Но если только он примешивает немножко сюда, он понимает, что, оказывается, плоды кто-то дает. Вот плоды они вырастают, сажаем семечки, потом они вырастают, появляются плоды. И такие люди благочестивые достаточно, они начинают осознавать, что, оказывается, есть некая высшая воля, которая все-таки награждает плодами. И начинается такая сделка с Богом потихоньку. Как мне однажды пришел предан и спросил, сколько нужно читать кругов мантры и поститься, чтобы вот столько-то денег заработать? Даже дети плачут. Сколько, говорит, нужно поститься? Кришна, он таким образом действует. Если вы, вот начинающий человек, к вам пришел, да, и вы ему сразу говорите, главное пьяное в Айраге, главное отвлечение. Вот нужно быть отвлеченным человеком. Скорее всего, он от вас отведется. Первым делом. Правда? Если вы будете так проповедовать. Поэтому Шиллопада, он знал, понимал глубоко эти вещи, и в этом плане он был великий. Или люционер даже. Потому что на Западе, когда вам проповедовали, все говорили, вы такой консервативный вообще, нельзя даже пиво пить. А на Виндии, говорили, вообще либерал, вообще, даже женщину в Гайдере дал. То есть, поэтому эти точки зрения, они бывают, они совпадали. Да кто же такой был Шиллопада? Мы можем видеть, что ценности, которые он дал, незыблемые, настолько консервативные, вот, ценности, что конечная цель жизни прям в акте. Любовь к Богу. Это конечная цель жизни. Нет никаких других альтернатив. Правда не давал. Но как и в какие-то моменты, способы достижения были очень разнообразные. Это очень интересно. И смотрите, что происходит. Человеку начинают, ну, хорошо, Бог мне что-то дает, ну, чуть-чуть. Ему тоже буду давать. Знаете, благовоние предлагать, цветок приносить. Ну, что-то иногда буду делать. И таким образом он начинает заниматься вот этой кармой йогой, или крия йогой, которая описывается в Бага Водите. Он потихоньку начинает сжертвовать свои плоды Верховной Личности Бога. Таким образом, сам не замечая, как сердце его очищается. Та же самая деятельность, которая порабощала его кармические последствия, она начинает его высвобождать. Это удивительно, уникальный метод. Она начинает его высвобождать. И в какой-то момент Бхакти Мишта Карма, задумайтесь, она становится кармой Мишта Бхакти. То есть основной момент уже Бхакти человека. И Шабарпада дает четкое определение. Интересно. Знаете, как он говорит, когда человек уже больше 50% своих средств тратит на миссию Кришны, тогда он встает, уже переворачивается и становится кармой Мишта Бхакти. Да, он кармой Мишта. У него есть еще какие-то свои желания, свои идеи. Но уже Бхакти в центре. Вот. Шабарпада говорил об этом. Потому что он говорил, человек вкладывает куда деньги? Там, где его сердце, как правило. Вот. И туда он тратит свое время. Поэтому мы можем видеть преданные уже в какой-то момент, они не так заинтересованы в каком-то экономическом прогрессе становятся. Вот их тяжело побудить, чтобы они стали миллионерами. Кто хочет стать миллионером, то мало преданных участвует. В какой-то момент, то есть человек, он перед ним происходит какая-то переоценка ценностей. Переоценка ценностей. И он понимает, что самый смысл жизни это все-таки не карма, а Бхакти. То есть не какая-то деятельность, приносящая плоды, а любовь к Богу. То есть Бхакти, когда мы говорим, это надо понять, это желание утворить верховную личность Бога, который вырастает в огромный плод, цветок и плод любви к Богу. Это целиком научный процесс. Вот эти ступени, они поочередно, от Шракхи до Премы, они существуют. Поэтому вы все люди разумные. Я думаю, поймете, как, в какой ситуации кому проповедовать, и что проповедовать, и что кому сказать. Но сознание, оно не затронуто в какой-то момент, когда сердце человека очищается от материальных желаний, от материальной скверны. Если человек осознает, что он душа, как он может наслаждаться материей постоянно? Это невозможно просто. Для него это естественным образом становится. Мы, конечно, можем делать вид, что мы душа. Но жить так же, как тело. Думать, как тело. Желать, как тело. Но на уровне ручьи, когда человек достигает ручьи, он обретает сильный вкус в духовной жизни. Его сознание не могут затронуть гуны природой. А ручьи он становится для материальной жизни, как броня. Вот эта броня, вот эти гуны. Мы живем в большом городе, в мегаполисе. Здесь постоянно эти флюиды чувственного наслаждения. Люди гоняются просто за престижем, за славой, за чувственным наслаждением. Хотят достичь чего-то в этой сфере жизни. Но это очень заразная болезнь, на самом деле. Мы теряем желание. Очень заразная болезнь. Это все передают, пытаются рекламу, устраивают, телевизор, средства массовой информации. Все настроен на то, чтобы сказать, ты это тело. Ты просто тело. Ты футболка. Ты рубашка. Ты ботиночек. Ты шапочка. И люди в такой иллюзии пребывая, они начинают гнаться, они начинают украшать одежду. И в этот момент, смотрите, что происходит. Вот эта энергия сатсанга, она уходит, меняется. В материальном мире что происходит? Надо, говорится, любить людей, а использовать вещи. А что происходит? Все любят вещи, но людей используют. Это результат вот этого сознания. Результат асатсанги. Поэтому, когда мы говорим о сатсанге, один из принципов нашего общества, что общество, оно для людей, а не люди для общества. Проекты все наши вискон, они для людей, для преданных, они преданные для проектов. Чувствуете разницу? Она присутствует. Не то, что мы, теперь для нас приоритет, это какие-то проекты, огромные купола, храмы, еще что-то. Проект самое главное. И всех людей, мы просто под проекты, на костях, как эти города все строились. Вот, нет. Это результат влияния внешней энергии Бахир Ардха. Внутренняя энергия, или сатсанга, она очень, какой человек, самый важный в нашей жизни? Да, мы уже это обсуждали. Тот, с кем мы разговариваем в данный момент, вот этот человек, он самый важный. В другой момент, вы с другим человеком разговариваете, он станет самым важным для вас. Это глубокие законы духовного мира, на самом деле. Так построен духовный мир на сатсанге, на проявлении внимания и уважения друг к другу. На проявлении... Поэтому наши идеи мы не просто вкладываем в стены, мы вкладываем в людей, забота, любовь, вот эти все вещи. Иногда, поскольку мы приходим с этими зараженными материальной болезнью, а сатсанге, это материального мира, мы тоже начинаем использовать друг друга зачастую. Смотрим друг на друга, как на объект, чтобы использовать для своего проекта, для достижения какой-то своей цели. Бывает так, что вам звонят только когда от вас что-то надо. Ну, у вас, наверное, никогда такого не бывает. Как правило, посмотрите, приглядитесь к этому миру внимательнее просто. Приглядитесь внимательнее. Вы видите, насколько здесь все поражено. Очень глубоко, заржавело все. Тамогу, Гаям, темнейшая дыра, колодец. И человек, который достигает Аручья, Тамогу, Камалопха, Дайаш, Чаек. Камалопха, обожделение, жадность не затрагивает сердце. Почему? Он не соприкасается с гунами страсти и невежества. Тадара, Джастаму, Бааваху. Вот с этой материальной природы. Чета, Анавитха. Его сознание не затрагивается. С Тхитам, Сатви просидуйте. Он утвердился беспримечной благости. Шутха, Баависти. Шутха, Сатви. Итак, человек очищает свое сознание от абадрани, от стремления наслаждаться материи. И когда это происходит, каков метод очищения? Хри Кришна, Хри Кришна, 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 Хри Рама, Хри Рама, Рама Рама. Шевропады говорит об этом в комментариях. Он делает на это акцент несколько раз, два раза. Пунья Шраванам Киртанах, Витху Ноди Сухвицатам. Пунья Шраванах, Киртанах, вот это Кришна Катха, да, она очищает сердце. Это происходит необычным образом. Господь, пребывая в сердце, Витху Ноди Сухвицатам, Он сам начинает очищать сердце человека, когда видит в нем потребность слушать Кришну Катху. Вот это желание, оно изнутри искренне. Если просыпается, человек быстро проходит уровень анархии неврития. Если просыпается вот это желание, Васудеевы Катхаручих, Шушушок Шададанася, Васудеевы Катхаручих, если он чувствует ручек, Васудеевы Катхе, Шаварпад говорит, все, для него уже материальная жизнь, она скоро закончится, скоро просто у него не будет причины здесь рождаться, карма останавливается. Если карма остановилась и человек освободился, отхидая Гранхи, от узлов в сердце, Сарва Самшая, он освободился от всех сомнений, все, ему больше здесь нечего делать в этом материальном мире, он уходит духовной энергии, духовной миры. Изначальное свое положение душа занимает, душа, она из духовного мира. Поэтому таков процесс, процесс развивки вкуса, это самое главное, что мы делаем, мы развиваем вкус к Шаванам и Киртанам. Духовная жизнь не просто какая-то внешняя деятельность, стол там туда-сюда перемесли, еще что-то сделали, вот. Нет. Духовная жизнь состоит из Шаванам, Киртана, Виштоксмарана. Мы слушаем о Кришне. Если только нет достаточного слушания, человек становится духовным гистрофиком, вот, включает от питания. Вот представьте, вы перестали есть, голодаете. Здесь то же самое, нужно достаточно внимательно слушать и достаточное количество времени слушать и читать духовную литературу. Но это нужно делать в сад санги, в обществе преданных. Потому что, читая одному, дома можно там себе что угодно понять, правда? Надумать какие-то вещи, накрутить, да, цветы в облаках нарисовать. Нет, это очень важно делать в обществе преданных и развивать постепенно, постепенно развивать этот вкус. Тогда рихорадка материального мира, это вожделение, наслабевает и уходит двойственность, рага и двеша. В этом мире всегда есть двойственность, рага и двеша. То есть, мы что-то любим, кого-то ненавидим. Друзья, в этом все поделено. Странное государство. Вот, рага и двеша, что-то нравится, что-то не нравится, жара, холод. Все время в двойственности сознание простекает. И на уровне ручи человек, он освобождается от Раги Двеши. У Махараджи и Кишсира было удивительное качество. Как его звали, знаете? Не стесняйтесь, скажите. Аджанта Шатрава. Тот, у кого не было врагов. Тот, враг которого дословно еще не родился. Аджанта Шатрава, Шантах, Садова, Саду Бушевах. Такие украшения качества у святых людей. Это не означает, что у него не было врагов. Сколько у него было людей, которые хотели его убить? Очень много. Но он не считал его врагами. Смотрите, его сознание, оно было выше этой двойственности. Раги и Двеши. Это не искусственный момент. Не то, что вы утром просыпаетесь. Ну все. С сегодняшнего дня я на урне ручи буду. Рага Двеши меня не беспокоит. Тамагуна тоже не беспокоит. Страсть тоже не беспокоит. Вот. Только буду повторять. Ари Кришна, Ари Кришна, 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 Ари Ра, Ари Рама, Ари Рама, 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 Рама. Ари Ра. Десять минут вы побыли в таком состоянии, поповторяли. Потом какой-то телефонный звоночек, в компьютере что-то увидели. Все. Сознание сразу соскочило на другую уровень, на другую платформу. Поэтому это целая практика. И практиковать, еще раз я говорю, мы можем только совместно. Только в обществе. В обществе преданных. Вот. Последовательно, шаг за шагом мы обретаем чистые бахтии. Как я говорю, проявление духовной энергии – это сад санга. Это определенные отношения. Я сейчас расскажу. В ведах есть несколько видов споров. Споры. Люди же любят поспорить, правда? Иногда поспорить, потолкаться. Клебом не кормяем. В ведах есть несколько уровней видов споров. Один вид спор называется вада на санскрите, а другой – джалпа. Еще есть другие, есть там, виданта разные. Шабропада был, были большим знатоком всех этих нюансов, как поспорить. И вот вада, смотрите, это интересный момент. Вада, когда люди спорят, они не хотят победить друг друга, они не преследуют эту цель, просто победить. Вот джалпа – это просто победить. Все равно, главное, я прав. Я победю. Это джалпа. Когда происходит вада, люди не выясняют, отношения на таком уровне, они хотят просто прояснить истину, просто достичь. Какова же истина? Какая же абсолютно истина? Как же на самом деле? Это называется вада на санскрите. И сад-санга, вот этот уровень общения наш, он должен строиться на уровне вады, а не на уровне джалпа. Когда преданные выясняют какие-то отношения, не нужно все время кичиться, вот кто победил или как-то. Нужно уметь выслушать так же, уметь сказать. Разно много нюансов. Есть разные виды наставлений. Преданные должны быть искусны тоже, как владеть. У каждого человека есть какой-то порог выключения. Он такой вдохновленный, энтузиазмом, такой экстазм. Вы подходите, что это? Мы сказали. И все, экстазм. Мы куда-то выключили его просто. Это асад-санга, это влияние асад-санги. Это влияние материальной энергии, бахир-артха. На уровне асад-санги такого не может происходить. Человек он еще больше чувствует энтузиазм и получает правильное какое-то направление. Это то, чему нам надо учиться, не выключать друг друга хотя бы. Хотя бы не выключать друг друга. Быть внимательным это означает. Быть внимательным, знать пороги, где этот выключатель, где, докуда можно что сказать, что не надо пока говорить. То есть если мы научимся от этой энергии любви, это легко будет видно. Но если мы на уровне джалпы, мы только счастливы, чтобы кого-то победить. Еще одного проигравшего запишем в свой список. Джалпу тоже можно использовать. Шабарпада использовал джалпу, но я использовал только свисасаны. Свисасаны, да, я имею право сказать что-нибудь вам. Но когда я с вами наплаву, я не буду этого делать. Не буду этого делать. Разные виды спора, они имеют место событий. Но когда преданный общается, друг с другом, когда они встречаются вместе и пытаются проявить какую-то истину, пожалуйста, задумайтесь над этой вещью. Мы не преследуем желание просто победить кого-то. Мы хотим проявить абсолютную истину, проявить в отношениях. Поскольку люди разные, как я говорил, есть консерваторы, есть фибералы, то есть есть пирожки, есть самосы, есть пиццы. А вот самосы – это консерваторы, пиццы – это революционеры такие. И у них разные подходы к духовной практике тоже могут быть. Одни кричат, надо есть только с полу руками. А других – нет, надо с тарелок есть, вилками тыкать. И вот начинают люди спорить, да как надо есть все-таки руками или вилкой тыкать. Если есть энергия цацанга, они лишат этот конфликт, лишат эти проблемы. Кому-то поставят столики, кто-то постелит кому-то на полу. Всегда можно решить выйти. Кришна, Он знает выход из любой ситуации. Просто нужно научиться находиться под влиянием духовной энергии. Такая-то жизненная тема на самом деле. Здесь очень много есть о чем поговорить. Это только я начал эту тему. Мы в дальнейшем будем еще тоже рассматривать в другие дни, что такое цацанга. Как же нам найти, в конце концов, соприкосновение с духовной энергией. Я хотел рассказать какие-то яркие примеры из Лио. Да, Татву мы послушали философию. Теперь нужна Лио, правда? Немножко разбавить атмосферу. Пару анекдотиков, да? Проснуться. Конечно, читание Лио – это ярчайший пример сатсанга. Любая Лио, Гаур-Лио, а там всегда сатсанга присутствует. Я хотел рассказать историю, как преданы шли в Дон Чанаказе. Да, известную историю. Представьте себе, да, на Вадвипа. Да, все пристегните ремни, мы отлетаем в Бенгалию. Бесплатно. Вот, на Вадвипу. И вы оказались на Вадвипе в времена господочитания, это 500 с лишним лет назад. А на самом деле, 500 с лишним лет назад, это была огромная заселенная территория, 9 городов описывается. Читание Багута описывается. 9 городов, огромные, миллионы людей жили. И в доме некого Шриваса, Тхакура, Шривасанга, творили странные вещи. Люди туда какие-то заходили, лысые, с косичками. И какой-то шум был. Все время какие-то звуки. Хари, Кришна, 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 Хари, 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 вокруг и что там происходит что-то доносились какие-то звуки но не все кто допускали знаете почему на вайкутках и на духовном мире нет проблем я уж как-то говорю почему там нет проблем законами туда не все пускают там очень хороший фейс-контроль отбор людей с проблемами туда не пускают они здесь остаются санкт-петербурге и это же в этот дом у вас это куры не все пускали пускай только прямо пакт тех преданных не каждого рабочего так сказать крестьянского преданного туда пускай только прямо пока тех преданных которые достигли высочайшего любви к богу и там очень стройный отбор но другие люди они тоже стал они ходили вокруг дом этого дома не что они там делают почему не пускают стали разные сплетни материалисты или пашанте они кричали да они просто голодные есть хотят арут вот поэтому целый день скинем их гангу кто-то все-таки старался и вот это астамсера она накалялась все ходили только шишукали что там происходит что там вообще происходит там господь читания махапрабу внимания да ты что ты его видел я не видел как он танцует ни разу и вот эта атмосфера это лаулем это жажда увидеть этот танец махапрабу представьте она накалялась накалялась огромная толпа людей они все ходили ходили я читание махапрабу пришел однажды и он сказал у меня для всех радостная весть том же вас от округа пришел и сказал мы поем целый день мы спим ночью а отныне мы будем петь и днем и ночью мы не так радостно мы так попели пару часиков ну хватит все уже сколько можно но такой огромный вкус группа с вами говорит сколько нектара в этих слогах кришна сколько счастья сколько экстаза это уровень духовного освобождения пока можно это ощутить и преданные стали пяти днем и ночью и другие они все больше и больше беспокоит кто-то пытался проникнуть в этот дом разными путями через черный ход через знакомства сашливасом но все они терпели крак всех и выгоняли читание не чувствовал того экстаза в окружении сад санги сад санга это особый киртан а это прямо киртан он чувствовал огромный-огромный экстаз и счастье красивый господь читания волосы так не спадали кудрявые на те кудри на его плечи такая гирлянда вокруг волос аккуратненькая была вот он танцевал слезы капли он иногда подпрыгиво падал люди проявляли разные признаки экстаза в этом месте но никто не мог видеть и узнать и поэтому атмосфере все ходили что они там делают почему нас не пускают и только город об этом говорю и настал этот день чанкази счастью разбил мальдангу и тогда господь читали на скал все выходим все на улице выходим на улице он отправил халидаса несянанду по городам и сказал объявите всем пусть все заготовят фадилы вечером начинаем маха халинаму люди только это убеждали представляете ну наконец-то мы увидим господа считание его танец наконец-то и все все побежали домой они стали украшать дома такие тыквы выкатывать огромные фрукты и цветы водой ароматной сил брызгать вокруг и заготовили каждый заготовил по два факела отец свои факелочки сынок там свои внучки свои и все ждали все ждали когда же настанет этот вечер когда наконец-то наконец-то мы увидим чего не на все делают в этом доме наконец-то мы увидим кто такой нема как он танцует и настал этот удивительный вечер этот вечер говорится был незабываемый читание вышел и занялся первым делом менеджментом вот он стал делить людей на группы администратор вот он говорит так придаст и возглавишь эту группу ответа для тебя группа и тяна вот эта группа да то есть авторитарное правление смотреть использовал людей не тяна да вот это для себя группа нынся надо отказался нет я ведь не буду и возглавлять это читание сразу стал демократом но хорошо почему ягодь с тобой всегда буду только с тобой и они разбились на эти группы и читание начал с нынки что они переузвали а это разница а я на мох возраст Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 влияние этой духовной энергии, этой сансанги, что люди попадают в такой коллектив, в такое общество, где все наполнено любовью и взаимоуважением, они меняют свои сердца. Они меняют свои сердца именно в таком коллективе. Поэтому это очень важно, это то, чему мы должны учиться, это настроение духовного мира, настроение служения. И в конце концов, да, человек, когда обретет вкус, всем нравится такое общество, всем нравится общество, где люди любят друг друга, уважают. И естественным образом любовь и таруча, бахир артха или внешняя энергия, тада, раджас, кама, бава, кама, лобха, даяхчае, вожделение и зависть, они не могут затронуть сердце такого преданного. Они не могут, он все время занят, потому что у него нет времени на праздность. Праздный ум, кузница? Дьявола. Вот, май. Когда есть время, он нас займет сразу чем-нибудь. И как правило, он нас займет бахир арткой, материальной деятельностью. Поэтому мы должны распланировать так свою жизнь. Знаете, а есть такое выражение в Исконе, вальшнавский сэндвич. Вы слыхали, да еще? Что это такое, знаете? Бутерброды некоторые говорят. Это бутерброд, но особый, он с двух сторон хлебом накрыт. Вот. Вальшнавский сэндвич, это когда у вас утренняя программа очень прекрасная. Вы утром проснулись, встали, совершили мовение. В прекрасном настроении, с великой пледности воспеваете. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Ам, Харе Ам, Харе Ам, Харе Ам, Харе Ам. Вы читаете, вы наполнились экстазом, потом идёте работать. В основном все идут работать, своими делами заниматься, бизнес, у кого что, учиться, кто куда идёт. В общем-то, все по своим делам. Но вечером, когда мы приходим, мы опять повторяем. Аре Кришна, Аре Кришна, Кришна, Аре Рама, Аре Рама, 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 Рама. Это наш сэндвич. Мы живём в этом мире, и в этом мире Кришна говорит, что необходимо работать, чтобы поддержать себя. Лучше он говорит, быть честным дворником, чем притворным притворщиком, священствитым притворщиком для лексомера. Лучше быть честным человеком, выполнить свои обязанности честно, не воровать. Честно зарабатывать себе на жизнь. Но просто нельзя забывать утром и вечером повторять. Аре Кришна, Аре Кришна, Кришна, Аре Рама, Аре Рама, 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 Рама. И тогда, так сказать, мы пропоём, пройдём, протанцуем наш путь обратно к Богу. Сэврубадаки. Если какие-то вопросы, я попытаюсь на них ответить. Стесняйтесь. Вопрос в чём? Не все, кто называют себя преданными, они создают сатсангу. Очень просто вы приходите преданным вдохновиться. Как мне сегодня было. Мы сегодня приехали, был шикарный фестиваль. Бабцы в Рык, 120 преданных лидеров приехало на берегу озера. И утром был у нас небольшой реквиз. И Адамата же сказала, ну вот один человек, он подошёл и поделился со мной. Предостерёг меня, во моё благо. Он сказал, что вот этот вот предан, он хороший, конечно, человек. Но. Вот это но. Это как раз элемент сатсанги. Я говорю, а зачем он так сделал? Ну предостеречь, чтобы я не была в иллюзии. Чтобы я не думал, что все прямо такие святые. И вообще вот я попал в это общество. Но на самом деле он просто вылил на него помой. Он просто вылил на него помой. И она даже не зная этого человека, уже сложила о нём своё впечатление. Сложила своё мнение, правильно? Даже не видя и не зная этого человека. Это называется в очном аппарат. Вот а сатсанга, она состоит из такого рода помощи. Поэтому вы придёте, внешне вроде бы все красивые, тилоки, с косичками, сарь, доти. Всё-таки в экстазе, просад есть. Но это не может ещё не быть сатсангой. Как этого избегать? Не ходить в такие места. Нужно просто общаться. У каждого человека есть какие-то хорошие качества. Старайтесь общаться с его хорошими сторонами, с его хорошими качествами. Если он начинает сплетни, разговоры за спиной, постарайтесь избегать этих вещей. Если грязь попала в сердце уже, попытайтесь в этом человеке, которого критиковали, увидеть что-то хорошее. У нём есть что-то хорошее. Сто процентов, я вам гарантирую. Каждому. Здесь удивительные качества Кришны. Какие-то энергии проявляются в каждом. Вот поэтому попытайтесь как-то увидеть или послужить этому человеку. В дальнейшем что-то сделать для него. Это очень такие важные моменты. У меня была одна история. Два старших преданных, они стали выяснять отношения на привычных для себя тонах. И там между ними младший сидел преданный. В шахтрах написано, если вы услышали, что при вас оскорбили старшего преданного, вы должны пойти и попросить у него прощения. И этот старший преданный сидел, эти два человека поспорили. Мы не так часто делали, разошлись по своим делам. И этот младший, он пришёл к одному из них, говорит, знаете, простите меня, пожалуйста, просто простите. За что? Так вас оскорбили. И он такой, о, так меня оскорбили. Но до этого я не думал, что его оскорбили. Поэтому иногда мы можем тоже стать причиной беспокойства, когда мы что-то не в тему делаем, ненужные какие-то шаги совершаем. Эти люди, я помню, они полгода не общались. Из-за этого человека, доброжелателя. Поэтому нужно быть очень внимательным, осторожным и не впутываться. Если старший преданный, например, общается, не нужно вмешиваться в эти разговоры. Они сами решат свои проблемы. Соответственно, старшие преданные, они не должны при младших решать свои проблемы, чтобы не разрушать их веру. Это в очнавстве этикет, это самые простые вещи, разы, которым мы должны научиться. Не быть фамильярными при других людях. Уважительно относиться друг к другу. Не быть фамильярными. Фамильярность она ведет к оскорблению обязательно. И почему-то такова наша природа. Видно, мы родились в стране советов. Мы все время советы хотим давать. Просят нас, не просят. Но мы всегда хотим дать совет человеку. Это наша болезнь какая-то. Глебом не корми, посоветуй. Люди не просят и не ждут от нас ничего. Но мы вот своим советом иногда лезем. Разрушаем тоже отношения. Можно спросить, как давать наставления, да, или как помогать. Есть разные, сегодня мы это вспоминали, есть разные виды. Есть прямые наставления. Например, вы сидите дома, и к вам гости пришли. И уже 9 вечера. Вам надо сказать им, что время уже много. Как вы поступите? Ты как поступишь? Хорошо, что пришли, что мы хотим. Прямые наставления можно давать людям, у которых у вас есть близкие отношения. Близкие и дружеские отношения. Либо они младше вас. В подчиненном положении от вас находятся. Тогда вы можете сказать, все, валите отсюда уже. Они примут. Не проблема. Но если у вас таких отношений нет, и людям обидно, обидно не может быть. Поэтому есть разные. Когда мы получаем, такое искусство я сейчас чуть-чуть научу, помогайте. Когда мы получаем, например, кого-то, можно какую-нибудь историю придумать, как будто о другом человеке. Как будто вот о другом. А ты слышал, вот там, один человек, он поступил по-дурацки вообще. Ну, просто дурак какой-то вообще. И рассказываете про него, ну, как бы про другого человека. Человек разумный, он поймет, как это обо мне вообще-то. Но сразу не обидится, потому что вроде бы и не обо мне. Согласится. Да, к сожалению, кстати, да, бывают такие случаи, когда ты говоришь человеку, ты знаешь, что он дурак, вот такой, да, он дурак вообще. Он не понимает, да, он не понимает, что это о нем идет. Это давать наставления вот в таком. Вот эти наставления прямые, они очень редко мы ждать. Еще раз говорю, когда близкие отношения есть только, или человек занимает младше, гуру может так сказать ученику. Ты глупец. Все, он гуру, он сказал. Это его обязанность. Спасибо, гуру Махарыч, я глупец. Но равные или какие-то люди, тем более не близкие вам, вы не можете так напрямую. Есть еще третий вид управления, управление любовью. Управление любовью, это как раз больше к сатсанге подходит. Это вы приходите, там, я не знаю, муж и жену, они пришли в ювелирный магазин. Ну понятно, зачем они пришли. Просто так зашли, мимо шли, вот. И она может подойти, и жена, и просто говорит, какой красивый камушек. И все, и уходит, ничего не говорит. Что это значит? К чему бы он сказал? Ну, красивый камушек, ну, хороший. Если можно понимать, то красивый камушек, шалко, что у меня такого нет. Есть другие подходы, как бы, другие. И грешно, и преданно, они находятся на уровне любовных отношений. Вот отношения. Когда мы поднимаемся на этот уровень, это контроль любовью, он немножко другой имеет природу, другую платформу. Поэтому этому всему нам надо учиться. И для этого нужны, конечно, какие-то опытные люди, наставники, которые подскажут, как выступать в ту или иную ситуацию. Но это жизненно важно. Поймите, в айшном аппарате они остаются на уровне бау. Как это ни печально. Бау – это уже все. С бау практически никто не падает. Ну, и там остаются вот эти оскорбления. Вы оскорбили человека? Это ноша на сердце, тяжелая ноша. Мы не видим. Пока мы находимся на низких уровнях, а на арте не влитий, там, барактаемся в своей грязи. С их желаниях, вожделениях, гнев, зависть, там, двежа, кротко, гнев, да? Кто-то что-то сказал, кто-то тот сказал, он меня обидел. Мы не видим даже каких-то вещей, когда мы оскорбляем людей, потому что сердце на полной грязи. На более высоких, чистых уровнях, ниже к человеку, он уже так внимательно относится. Ему не хочется ношу тускать на себя. Оскорблений. И они, эти оскорбления, остаются до униба. Поэтому с самого начала духовной практики нужно очень внимательно относиться к другим людям. Очень старательно, бережно. Это атмосфера социальной. Если мы будем развивать и дальше в Петербурге, наши ядры еще будут процветать еще больше и больше. И Кришна будет давать все, что нам нужно. Все, что нужно. Он не бедный человек. Кстати, о финансах. Мне принесли бумажечки. Есть вопросы? Финансы не берешься. У нас, я хотел сказать объявление. К нам приезжают в следующую пятницу. У нас будет пятничный Киркан с участием Бхакти-Вишнамбома Дома Радио. У нас насыщенная жизнь. В субботу у нас будет тоже лекция и участие в стирке на Дите Духове. Какие пробуды? В пятницу! В пятницу, то есть в шесть, в субботу, а в три. Как вот у нас срочная программа. Приходите. Будет просад. Обещаем. Двенадцати часов, я не знаю, сколько часов поместится, столько будет. А Дите Духовым днем только приезжают. К сожалению. Но он будет у нас на Радхаятре, который... Мы преданных приглашаем всех Радхаятра вот с колесницей, да у нас натронуться в час. С моста, как обычно, где мы собираемся в ЦПКО. В двенадцать, пожалуйста, приходите петь Киркан в Одесс. Можно прийти, переодеваться.